Этот проект для меня и Анны Мартовицкой, с которой я вместе сделал эти путеводители, проект очень важный. Покупая обычный путеводитель, я всегда натыкался на одну и ту же проблему. Путеводитель огромный, он толстый, он содержит огромное количество, безусловно, полезной информации, но при этом ты едешь всего на 2-3 дня, как правило, это длинные выходные, и в эти выходные просто физически невозможно посмотреть всё то, что написано вот в этих толстых путеводителях. Поэтому мы с Анней сделали путеводитель, который, во-первых, лёгок. Этот путеводитель такой же большой, как обычный айфон. То есть он помещается в любой карман, он помещается в любую маленькую сумочку, он помещается куда угодно. Этот путеводитель специально рассчитан на людей, которые совершают довольно короткую поездку и хотят получить просто необходимый набор информации. Поэтому мы и организовали, и инициировали эту серию под названием «Три дня в». «Три дня в Риме», «Три дня в Венеции», «Три дня во Флоренции». Я надеюсь, будут и другие города. И здесь действительно только 10 целей, 10 объектов, которые за эти три дня можно увидеть. В каждом из путеводителей сначала есть сведения о самом городе. Что находится в этом городе вообще, как он построен по географическому принципу, какие основные центры притяжения есть в этом городе, куда ты прибываешь в аэропорт или на железнодорожный вокзал, как далеко они расположены от центра города. Человеку, который находится еще в поезде или в самолете, будет легко прочесть эту короткую статью и понять, в какой город, с какой организацией пространства он приезжает или она приезжает. А после этого мы рассказываем о каждой из целей. И здесь очень важна тема рисунков. Те путевые рисунки, которые я сделал, путешествуя по разным городам, в частности по городам Италии, смогут стать хорошим предверием, хорошим занавесом для собственного представления человека о том, что он увидит. В какое время прийти туда, в какое время памятник лучше освещен, в какое время и под каким ракурсом его лучше сфотографировать. Сделал селфи. Это все видно на рисунках, потому что рисунки как раз выбирались с тех точек, которые наиболее интересны для наблюдателя, чтобы составить обязательно собственное, индивидуальное впечатление от тех объектов, которые указаны в этой маленькой и, как нам кажется, очень удобной книжке. Здесь есть информация о том, где можно быстро перекусить, где можно попить вкусный кофе и, главное, часы работы, в какое время на один или другой объект, памятник можно прийти, чтобы застать его открытым, когда и выходные дни, когда в праздники работают те или иные достопримечательности. И одной из важных черт является то, что в этом путеводителе не все страницы заполнены. То есть каждый из вас сможет сделать какие-то заметки на полях, и, может быть, как раз это гарантирует более долгую жизнь этих путеводителей, потому что ничто не ценится так сильно людьми, как их собственные заметки, их собственные дневники, которые они делают, находясь в поездке. Спасибо. Спасибо.